Я надеюсь, у вас все в порядке, дорогие зрители, с ментальным здоровьем. Вы стрессы переживаете, как-то пробиваетесь, не страдаете. Но вот статистика такова. Число обратившихся за психологической помощью россиян в последние годы, увы, стабильно растет. Сами специалисты говорят, что клиентов у них стало в пять раз больше. Среди поводов для обращения первые места заняли тревожность, депрессия, потеря смысла жизни. Причем, знаешь, что удивительно? Часто психологи говорят, что так формально у человека вроде все в порядке. То есть нет каких-то трагедий, драм в жизни. Ну, какая-то неудовлетворенность есть. И болезненное состояние тоже есть. Что удивительно. Мне кажется, что на протяжении последних пяти лет, наверное, такой уровень тревожности в обществе повышен. Ситуация не может не отражаться в нашем ментальном здоровье. Но когда время было простым. Да, времена всегда были сложные. Но сейчас, во всяком случае, мы можем отсудить по количеству обращений к психологам. Видимо, они стали еще сложнее. Но мы поговорим сейчас об этом. Что это такое? Это тренд такой модный, когда тебе нужно обязательно пойти к психологу. Пострадать. Пострадать. Тебе недостаточно подруги, с которой можно за бутылочкой лимонада обсудить проблемы, поплакаться в жилетку или нет. Ну и вообще, что тревожит россиян. У нас в гостях сегодня психиатр Александр Федорович. Александр Михайлович, проходите. Здравствуйте. Как-то проходите, присаживайтесь и рассказывайте, на что вы жалуетесь. Про ваших клиентов расскажите. Мы не ходим к психологам, психологи ходят к нам. Да, да. Вы заметили, что люди чаще к вам обращаются? Нет, не заметил. Потому что к психиатрам обращаются, видимо, уже по неволе. Да врут все психологи, понимаете? Это вот... Это же ценно себя набить, что ли? Ну, тренд некий, понимаете? Это вот мы психологи и так далее. Приходите к нам лечиться, слониться. А если вы здоровы, мы вас убедим и найдем. Что вы не до конца здоровы. Понимаете, тут игра слов. Ну, во-первых, аудитория молодеет. И тренд становится более, как бы сказать, правильным, что ли, с точки зрения соответствующей подачи. Ну, если молодежь, она же вся полна англиканизмов. Она полна каких-то вот этих нововведения, новых тенденций, новых идей и прочего, и прочего, и прочего. Вот. И сам по себе поход к психологу на сегодняшний день уже не есть что-то такое из ряда вон выходящее. Тем более, что количество психологов увеличивается, и идет такое вот активное снижение ценника. То есть пойти, это уже своего рода, если хотите, развлечение. Это как в тренажерный зал, да, сходить? Да, буквально, да. Чуть-чуть так разрядиться, поговорить о проблемах. Хорошо бы, если о проблемах поговорить. А то ведь вообще просто поговорить, просто прийти, просто чтобы тебя просто похвалили. Вот. То есть вот сама по себе идея работы, например, психотерапевта от работы психолога, это очень большая разница была до недавнего времени. Потому что примерно года, может быть, два, два с половиной назад, вот эту вот специальность психотерапевт вывели из реестра медицинских. Да. Да, и на сегодняшний день, в принципе, психотерапевт там, это немножко странно, это противоречит лингвистике, так сказать, вот... Потому что терапевт, это все-таки врач. Терапия – это излечение, по идее, да, это должен быть человек с медицинским образованием, но сейчас это необязательно. И терапевт может стать абсолютно любой, и это становится все более и более доступным, потому что за очень небольшие деньги тебе предлагают получить диплом, где написано «психолог-консультант» или там «психолог-терапевт». Слушайте, а это не может быть, наоборот, вредным? То есть человек, ну, в принципе, он всегда сталкивается с проблемами в жизни, и он учится их преодолевать самостоятельно, а тут он приходит постоянно к какому-то там, еще и недоучке не добьет, и у него может там легкая тревога перерасти в навязчивое состояние. Он будет в себе копаться до бесконечности и действительно заболеет. Нет, 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 нет. Это метафора поэта, что слово можно убить, слово можно излечить, слово можно что-то еще сделать. Но раскачать человека-то может психологически? Вы знаете, тут важно определить цели и задачи, да. Если человек идет решать свои проблемы, да, то тогда он должен быть автоматически готов к тому, что нужно будет что-то преодолеть. Если он идет по формальному, остаточному признаку, ничего особенного не ожидая от этого взаимодействия с психологом, да, то тогда ничего страшного не произойдет, а уж тем более, если он идет за тем, чтобы его похвалили, тогда он определенным образом коллекционирует этих психологов к одному пришел, к другому, к третьему. Тем более, что некоторые, в кавычках, специалисты вообще пишут о том, что если первые несколько минут психолог не сделал так, чтобы тебе стало хорошо, то он, значит, непрофессионален и так далее. То есть вот уровня диванных экспертов сейчас очень много. Да, и само по себе преподавание становится таким чуть-чуть кривым. Но не суть. То есть посыл какой? Если задача решить какой-то вопрос, решить какую-то проблему, как правило, коммуникативную, как правило, в подавляющем большинстве, то тогда сам по себе критерий оценки работы специалиста должен определяться результатом. Решилась ли проблема? Совершенно верно, да. И в зависимости от того, насколько вот это движение эффективно, мы можем судить об эффективности специалиста, о его подходе и так далее. Но в подавляющем большинстве люди не хотят работать. Почему существуют экстрасенсы, гадалки, так сказать, вот там Таро и так далее, а вот раскинь мне вот на Таро, понимаете? И там говорят, о, у тебя все там хорошо, или там хрустальный шар, или какой-то. За это люди готовы заплатить. Почему? Ну, потому что от человека в этот момент не требуется ничего. Но все-таки, Александр Михайлович, мы видим по статистике, что проблемы с психикой стали чаще у современного человека встречаться. И мне кажется, что, и об этом и многие ваши коллеги говорят, что вот это наше кучное проживание в больших городах этому способствует. Я вспоминаю мою бабушку, которая говорила, что такое депрессия? Я пошла картошку покопала, и хандра прошла. Это с одной стороны. А с другой стороны, люди перестали жить в больших семьях. Вот ты один в этом большом городе, у тебя работа и смартфон, и метро, или пробка. Ну, как тут с ума-то не сойти? Да, да, вы абсолютно правы. Это то, что определяет социальные дискурсы. То есть расчленить семью, ну, развалить, если хотите, буквально, чтобы... Это чистая экономика. Чистая экономика. Потому что если семья большая, многопоколенная, она живет в каком-то большом доме, что у них есть? Там, например, на шесть семей, да? Три холодильника, две машины, там, огород и так далее. А теперь представьте, их всех разогнать по одному. Например, 15 человек. И квартиры все продаются. 15 машин, 15 холодильников, телевизоров, компьютеров и так далее. Вот, с одной стороны. А с другой стороны идет идея, продвигается идея о том, что это правда. О том, что самому, например, человеку взрослому одному жить проще. У него, в принципе, минимальные запросы. От него, в принципе, не требуется каких-то особых усилий. Там, с 9 до 18, там, в спортзал или там, бутылка какого-то слабоалкогольного, там, чего-то, там, футбол или что-то там еще. Вот. А у девушек примерно так же, да? Вот она забежала, там, в спортзал, в парикмахерскую, что-то там еще, с подружками где-то перекинулась чашкой пироли, там, что-то. Вот, это то, что основная идея – это живи в удовольствии. Но есть цена. И она в голове. Это правда. Да. Но этот ценник, он приходит к человеку потом. Это уже чуть-чуть позже. Вот. А что касается больших городов, ну, в принципе, и раньше были большие города, вот, и раньше люди жили как-то вот кучно, структурно. Но базовая проблема на сегодняшний день, вот прям ключевая проблема – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Это прям ключевой нюанс. Он определяет с собой все – и тревожность, и дезадаптивность, и депрессивность, и болезнь в том числе. Скоро мы говорим о ментальности, да? Что такое ментальность? Это вот эта вот совокупность всего, что у человека есть, что по итогу определяет его удовлетворенность жизнью. Вот насколько он сам воспринимает. Не как ему говорят, что мы живем все лучше, да, потому что на социальных сетях все больше. А вот именно когда ему говорят, ну, вот, у тебя же все хорошо, ну, посмотри, ты умница, красавица, ну, все такое прочее, все замечательно. И вот когда вот эта идея навязывания человеку соответствующих критериев оценки до него вот доходит, тогда ему становится, да, действительно, ну, а что, а зачем тогда это все? И это определяет все. И отношения без обязательств, например, да, вот эти же социальные сети продвигают. Ну, и можем там по-быстренькому где-то… То есть хочешь быть здоровее, отруби, это все. Ну, по факту да. Хотя бы временно. По факту да. Ну, вот из того, что нам зритель пишет, Новосибирская область. На селе зубнолога нет уж лет 10, а вы психолога. Вы есть два мира, два шапира. А Воронежская область, темей, хороших родителей, преданных подруг, психолог не нужен. Кстати, можно тоже этим разобрать. И Башкортостан, вот как иллюстрация к вашему тезису, давно собираюсь к психологу, смотрю телевизор и вижу, как растут зарплаты, пенсии и экономика лучше западной. Выхожу на улицу, а ничего нет, что-то с головой. Послушаем телезрителей еще, да. С нами на связи Нина из Сатарстана. Нина, добрый вечер. В эфире мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Конечно, вот я сейчас сидела, посмотрела, ага, тема пора к психологу. Ну, как не пора? Всем пора. Так. А вы ходили? В школу. Я не ходила, я пока справляюсь с своей психологией. Но меня волнуют мои дети и внуки. В школах что происходит. Надо обязательно, чтобы в школах были психологи с детьми. Они неуравновешенные сейчас дети. Неравные очень. Ага. Ну, вот то, о чем мы только что говорили, да? Это тревожит многих. Да, спасибо большое. Ну, давайте еще послушаем, что тревожит граждан нашей страны. Посмотрим небольшой опрос. Меня очень сильно раздражают люди, которые нарушают правила дорожного движения, из-за которых может случиться непредвиденное дорожно-транспортное происшествие, велосипедисты, мопедисты. Непунктуальность. Вот есть такой маленький пунктик, что если человек обещает, но что-то не выполняет, или выполняет не вовремя, я, наверное, буду раздражаться. Когда люди не понимают, о чем я говорю. Я говорю, мне кажется, все понятно, все ясно на поверхности. А люди не понимают, задают столько вопросов, я думаю, все же ясно. Я же все сказала. Я очень не люблю, когда меня, знаете, поучают, и когда я что-либо делаю, делают замечания. Вот прямо ды-ды-ды. Наверное, когда муж не вещи кладет туда, куда надо. Ну, когда они вмешиваются в разговор посторонних людей, вот в магазинах часто. Меня очень бесит то, что люди, находясь в общественном месте, рядом с урнами, бросают окурки, выбрасывают пустые банки из-под чего-либо, просто куда-то в кусты, либо на дорогу, когда вроде бы сейчас урны у нас на каждом шагу. Жаркая погода на улице, вот с ребенком гуляешь, гуляешь, и охота в теньке все время находиться. Невозможность что-то спланировать, либо срыв планов, потому что по закону плодности ребенок либо не ложится спать, либо у него плохое настроение, в итоге либо все отменяется, либо проходит, ну, не очень запланированным образом, просто пережить и смириться, но, да, это подбешивает. Ну, вот это то, что расшатывает, да, ментальное здоровье, раздражает, такое тоже вы решили опрос провести. Да, да, но вот о чем говорят спикеры, да, вот выступающие, они все говорят об одном, они говорят о необходимости быть приверженцами к правилам, да, определенным, да, соблюдать вот параграфы и так далее. Это так называемое, оно отказ на личности. Что это означает? Это означает, что для человека очень важно, чтобы все правила, все параграфы, все вот, все соблюдалось, все пункты, и тогда он чувствует себя спокойным. Ну, или когда он чувствует, что окружающие думают о других, наверное, вот так еще. Не только о своем хочу. Это такое специфическое проявление внутреннего конфликта. Все должно быть хорошо, все должно быть правильно, все должно быть по правилам. Мир должен быть упорядочен. И тогда мне спокойно, и тогда мне уравновешено, и тогда вот про что это? Это про нарастающую уверенность, да, если я знаю, что все делается, как должно, то у меня формируется уверенность, что оно и дальше будет так, как должно, а значит, я могу быть спокоен, да, вот эта вот уверенность в том, что будет завтра, в том, что есть сегодня, в том, что если у меня есть какая-то проблема, я вас знаю, куда обратиться, и коль скоро все по пунктам, то мне ни в чем не откажут, то я могу быть абсолютно спокойным. Александр Михайлович, мы понимаем, что во все времена люди жили и испытывали сложности, и разные события, это, знаете как, сейчас, наверное, еще одно из самых спокойных времен, но все-таки, да, мы понимаем, что человек не может все контролировать, постоянно все меняется, жизнь непредсказуема, и в этом нужно научиться как-то оставаться спокойным, уравновешенным, деятельным человеком. Что вы для этого, как специалист, посоветуете? Вот чтобы быть спокойным и уравновешенным, это, знаете, как это, это вот одно цепляется за другое. Покой и уравновешенность определяется степенью уверенности, самоуверенности человека в себе, в своем здоровье, не обязательно ментальном, но и физическом, в своем профессионализме, что он, так сказать, справляется, он затребован на рынке, в своей коммуникации, что он убежден, что его понимают правильно, вот именно так, причем все в семье, на работе, во дворе и так далее, вот, тогда, конечно, у него все должно быть спокойно. То есть мы говорим о чем? О том, что уровень стрессогенности нарастает, а степень адаптогенности конкретного человека не успевает за ним. А как эту адаптогенность повысить? Вот мы вообще рецепт здоровья ментального выведем. Назовите это средство адаптогенное. Первое и главное, первое и главное, это не вникать в то, что нам предлагают средства массовой информации. Прекрасное заявление, находясь... Может быть, за исключением... Кроме нас, кроме нас. Канала ТР, да. Вот, это первое. Второе. Нужно постоянно повышать свой профессиональный уровень. Не как говорят нам, вот, финансовую грамотность, юридическую, это глупость. Постить все грамотности невозможно. А вот свою одну профессиональную, в рамках которой ты специалист, затребован там экспертного уровня, к которому надо стремиться. Так. Следующий шаг. В обязательном порядке нужно уметь отследить свое здоровье. И физическое, и ментальное. К сожалению, на сегодняшний день, то, что нам предлагает официальная медицина, слишком далеко находится от здоровья. А как же близкие люди, окружение, друзья, семья, тоже уже это нужно обязательно, чтобы было? Чем больше вокруг человека людей, тем выше уровень требования к ним. Потому что разнообразие нарастает. Одного друга будет достаточно. И к себе тоже. Времени у нас, друзья мои, меньше и меньше. Спасибо вам большое. Александр Федорович, психиатр, был у нас сегодня в гостях. Поблагодарим еще Светлану Елисееву и Ирину Егорову, которые помогали нам провести нынешний эфир. Ольга Арсланова. Михаил Титов. А у нас завтра пятница. Это значит, мы снова увидимся. Да, увидимся. И все у нас будет хорошо.